Продолжение следует... 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 Благодарим за внимание и желаем продуктивного дня. Я сейчас попрошу вывести мою короткую презентацию, там буквально три слайда. У нас такая традиция, что мы всегда немножко рассказываем о национальных доменах РУРФ, являясь организатором форума Тилдико. Давайте посмотрим, что произошло за последний год с нашими национальными доменами. Есть положительные моменты в динамике регистрации. Мы в этом году вновь преодолели отметку в 5 миллионов в точке РУ и 700 тысяч в домене РФ. Это вообще наш большой успех, потому что у нас в пике было 5,5 миллионов в точке РУ. Это был 2017 год. Домен РФ дважды преодолевал отметку в 900 тысяч регистраций. Но после 2017 года, это было связано с повышением стоимости в первую очередь, существенно откатился до 640 тысяч доменных имен. И вот сейчас мы снова показываем позитивный тренд. И 3,5% только прирост в 2023 году, то есть за первые, можно сказать, 9 месяцев года, даже менее, чем за первые 9 месяцев года. Есть здесь, конечно, и вклад фишинговых доменов. Мы видим, что это общий мировой тренд. По недавней статистике в три раза выросло количество выявлений использования доменов в фишинговых целях. И точка РУ и РФ не являются исключением. РФ в меньшей степени подвержен фишинговым атакам. Был, можно сказать, еще в 2022 году. Мы называли его «Тихой гаванью». Там практически не было злоумышленников. В 2023 год поменял эту ситуацию. Нам будет очень интересно подвести статистику. Традиционная встреча регистраторов и компетентных организаций, которые занимаются выявлением случаев использования доменов в противоправных целях, на осень запланирована. И тренды мы будем изучать там. Ну а из положительного, безусловно, свой большой вклад вносит малый и средний бизнес. Потому что вот после пандемии мы видим, что начал бизнес создавать снова свои сайты. Особенно закрылись некоторые, ну или не то чтобы закрылись, но доступ существенно ограничен к ряду запрещенных социальных сетей в Российской Федерации. Это поспособствовало возврату к сайтостроению, классическому. Хотя вроде как уже даже некоторые говорили, что сайты потихоньку будут отживать. Нет, это не так. Вот так выглядит общее число. Мы видим, да, годы, когда был прирост, когда наоборот. Собственно говоря, ну вот пик 5,420, да, это был 16-й год, 5,37 это 17-й. Ну почему? Потому что 1 июля 2017 года, ровно в середине года, случилось повышение, и вот оно послужило дальнейшей отрицательной динамике. Надо сказать, что рано или поздно повышение стоимости регистрации произойдет. Экономические предпосылки к этому все есть, растут издержки. И у МСКАЭКС, который обслуживает ДНС-инфраструктуру, и у технического центра интернет, и у координационного центра. Мы, наверное, где-то сегодня еще на каких-то секциях или в кулуарах точно про это поговорим. Ну и еще один интересный момент, это количество регистраторов в доменах РУРФ. Видите, мы вышли на полочку, да, то есть у нас был бурный рост. Притом бурный рост был связан, конечно, с появлением в первую очередь таких технических регистраторов из-за схемы вторичного рынка доменов. Но вот в этом году у нас было 133, на сегодняшний день уже 132. Один регистратор у нас, 101 домен, который имеет американские корни, по понятным причинам отказался от аккредитации в зоне РУРФ. И еще по одному регистратору буквально в минувшую пятницу состоялось рассмотрение комиссии и принято решение о обаннулировании аккредитации в связи с невыполнением добросовестным своих полномочий. Ну там действительно уже полгода, что называется, клиенты мучаются, и сейчас координационный центр домена NetFox будет принимать на себя и передавать их дальше другим регистраторам. Какие еще можно выделить тренды этого года? Во-первых, санкционное давление. Никуда оно не делалось, оно усиливалось. В 2023 году и координационный центр, и ведущий наш, ну один из ведущих регистраторов РУ-центр попали в санкционный список Украины. Понятно, что это, у нас там дел-то нет на Украине. Напрямую это никак не сказывается на нашей деятельности, но потенциально, конечно, вещь неприятная. И так-то сложно проводить платежи. И мы об этом говорили, когда встречались с коллегами из Айкен на Стамбульской конференции, что есть проблемы и у регистраторов, и у регистратур. Санкции на банковскую систему серьезные. Пока мы не видим каких-то нам предлагают, говорят, дайте нам предложение. Ну вот сложно дать предложение, потому что там все время что-то новое. То есть мы только вроде освоим какой-то, найдем банк, который работает, а он под вопросом. Вроде как должен перестать платить, проводить платежи или такие высокие минимальные суммы ставят, заградительные, по сути, для доменного бизнеса. Так что вопросов много. Об этом мы будем сегодня говорить в ходе, в том числе и пленарной сессии. У нас замечательные спикеры. А сейчас, прежде чем такой произойдет переход, я напомню, что еще местом проведения стала Карелия не случайно, потому что в декабре 2022 года лауреатом премьер Унета стал портал это-карелия.рф, посвященный развитию внутреннего туризма, именно привлекающий туристов в Республику Карелия. Ну а в 25-летию домена, в 2019 году, мы снимали фильм «Интернет для всех», и один из эпизодов этого фильма был посвящен как раз, как интернет помогает музею-заповеднику Кижа развиваться и привлекать туристов. В следующем году уже будет 30 лет домену.ру. То есть, смотрите, у нас почти уже 5 лет прошло с момента съемок фильма. Фильм набрал много призов на фестивалях социального кино, и самое главное, что актуальность его вообще не поменялась. Там 9 или 11 эпизодов, и все они продолжают быть актуальными. Давайте посмотрим небольшой фрагмент как раз о том, как музей-заповедник Кижа использует интернет. Музей-заповедник Кижа Кижа – это крупнейший в России музей под открытым небом. В нашей коллекции собрано более 70 памятников деревянного зодчества. Самый узнаваемый бренд острова Кижа – это церковь, построенная без единого гвоздя. Когда туристы попадают на погост, первый вопрос, который они задают – ну как же без единого гвоздя? Посмотрите, здесь полно гвоздей. В тот момент, когда церковь строилась, здесь действительно не было ни единого куска металла. Одно из главных чудес Преображенской церкви – это то, что деревянное здание простояло 300 лет. Существует легенда, что эту церковь строила артель плотников под руководством мастера Нестора. Как гласит предание, закончив церковь, мастер Нестор посмотрел на нее и забросил свой плотницкий топор. В озеро со словами «не было, нет и не будет такой». Один из первых интернет-проектов музея – это реставрация на глазах у всего мира. Когда началась масштабная реставрация Преображенской церкви, возле нее были установлены веб-камеры. И по сей день любой желающий может в любой момент дня и ночи, из любой точки планеты, выйти на наш сайт и посмотреть, что в данный момент происходит с Преображенской церковью, как она выглядит. Сайт музея ежегодно посещает порядка 400 тысяч уникальных посетителей. Из них очень многие, в том числе, заходят и на веб-камеры. У музея Кижи есть аккаунты практически во всех социальных сетях. Все происходящее на острове или постоянно находится онлайн, либо оно туда попадает в тот же день. ПЕСНЯ Я работаю в музее заповедника Кижи, возглавляю службу просветительской деятельности. И вот мам пришла в прошлом году замечательная идея восстановить процесс традиционной стирки. И придумали такой этнографический перформанс «Большая стирка». Более 30 женщин в музее заповедника Кижи овладели древним ремеслом бабушек. Мы стираем теперь это и для наших посетителей, и для себя дома. Мы фотографируем и снимаем этот процесс, и выкладываем его на наших страничках интернета. Мы хотим, чтобы как можно больше женщин, увидев это в социальных сетях, вспомнили и научились стирать, как их бабушки. Интернет помогает мне познать те или иные тонкости кузнечного ремесла, общаться с другими кузнецами, поделиться своими знаниями, которые у меня есть, и узнать что-то новое и найти новое вдохновение в кузнечном деле. То есть интернет помогает развиваться в довольно-таки быстрых темпах. В последнее время интернет дает возможность доступа к сервисам, например, позволяющим дистанционно показывать VR-видео или VR-снимки. Таким образом мы делаем то, что раньше музеям не удавалось по чисто техническим предметам. Потому что в эпоху до интернета музей мог выставить 10-20% фондового собрания, просто потому что не позволяли, например, помещения. А сейчас предмет может храниться в хранилище, но при этом быть доступен человеку в любой точке земного шара, потому что он представлен в интернете, он представлен в сети, представлен виртуально. Музей Кижи принимает в год порядка 180 тысяч туристов на острове Кижи. Ну вот согласно нашим маркетинговым исследованиям, которые мы проводили, до 50%, даже больше, то есть больше половины людей попадают на наши событийные мероприятия, получая информацию из сети. На данный момент интернет это самое эффективное и, пожалуй, даже единственное средство привлечь в музей молодежную аудиторию. Следовательно, все будущее музеев так или иначе зависит от того, насколько успешно мы сегодня будем использовать интернет, насколько активно, насколько эффективно мы будем в интернете. Смог бы остров Кижи идти в ногу со временем без интернета? Ну, действительно, хороший вопрос и, мне кажется, ответ тоже понятен. Безусловно, интернет помогает во всем. И я приглашаю участников нашей пленарной сессии занимать места. Те, кто с нами сегодня офлайн в зале, выходите, пожалуйста, к креслам. Поэтому я, пока вы идете, расскажу, что кто хочет поехать на остров Кижи, имеет эту возможность. Прямо от фрегата метеоры каждое утро отправляются и после обеда в районе 4 возвращают туристов. Поэтому я знаю, что завтра небольшая группа участников конференции как раз планирует туда поездку. Прямо от фрегата метеоры каждое утро.